Это наше время. Здравствуйте. Сегодня гость в нашей программе Академик Российской Академии Наук, почётный директор Федерального научно-производственного центра Алтай Сакович Геннадий Викторович. Здравствуйте, Геннадий Викторович. В советское время очень много было засекречено. Вот тогда о ваших разговорах Россия, Бийск, Алтайский край знал или нет? Значит, определённые структуры знали, но город Бийск плохо знал. Бардаул знал только оборонным отделом ЦК Райкова, то есть Райкова партии. Вот меня нисколько не угнетает от того, что я носитель секретов или что мне нужно зайти вот за такой забор или что. Я просто захожу и спокойно здесь творчески начинаю работать. Мы стали делать ракеты, умные ракеты, которые сбивают самолёты на 20-километровой высоте Пауэрса. Тогда сбили. Это тоже, видимо, большующее достижение. Когда запускается ракета на такую дальность, должна догнать быстро летящий самолёт и не промазать, а точно по нему стукнуть. Были и другого рода ракеты. Были ракеты обеспечения противотанковой обороны. Но мы вот в этом деле вышли первыми. Хотя были нам и конкуренты, или как говорится, сопровождающие. Геннадий Викторович, скажите, пожалуйста, Ваша семья знала, чем Вы занимались? Вот бичане, они не знали практически. Семья тоже не знала. Тоже не знала? Тоже не знала. Ну, у меня было две дочери, которые знают, что я хожу на работу, что ничем я не отличаюсь. Уже, наверное, в конце 70-х годов, где-то стало просачиваться. Где-то, когда пошли мои юбилеи, стали что-то говорить не сдержанно. Вот поэтому. А супруга родителя? Жена моя, она работала здесь, жена не единица. Мы так спокойненько работали, не разговаривали дома о том, чем мы занимаемся. Нас выдал, как закрытое учреждение, чем мы серьезно занимаемся, это Николай Иванович Рычков. Он в 89-м году в марте приехал сюда знакомиться. Мы организовали большую выставку всех оборонных предприятий. Он целый день ходил у нас по конференц-залу, на все смотрел образцы. И потом уехал в Барновую и говорит, вы живете и не знаете, что у вас под боком такого черчихи. Вот такой момент, после чего нас стали уже отмечать, что мы оборонщики и крепкие. А для этого мы даже, ну, нам невольно приходится испытания проводить. Иногда появляется шум. Но мы говорили, что мы немножко работаем на шахты, взрываем промышленные взрывы вещества в шторяках и сдаем. Что повлияло на выбор вашей профессии? А вот у меня ее нет профессии. Я же вам говорю, что вот... Специальность. Специальность. У меня чистая специальность по университету. Это химик, не органик. С правом преподавать. Поэтому моя специальность была такая. А химика я выбирал под влиянием хороших людей. В Уссурийских, там, где я окончил школу свою, это Приморский край. И вообще, мое детство прошло в Приморье. Когда двое встретились, таких уважаемых моих людьми, и сказали, что ты вот кончаешь, иди в университет, получи шире образование. И береги химию. Потому что ее еще мало что сделали, а будущее за ней. Вот эти вот напутственные постановки, они мне, наверное, и помогли выбрать. А дальше уже выбор заставил меня заглубляться на все остальное. Вы уехали в Сибирь. Как родители отнеслись? Я уехал из Уссурийска, тогда я не все еще понимая, что такое поступать в УЗы. Поэтому я ехал в июле вступительный экзамен сделать. Забрал с собой большой фанерный чемодан, где было все и даже зимнее сложено. Я сел на поезд, доехал до тайги, пересел на Томский пригородный, приехал, сдал вступительные экзамены. И в отличие от нынешней молодежи, у которой много возможностей, у меня не было возможности возвращаться. И так я тянулся и стал химиком. Ваши родители прошли войну? Родители мои остались в Уссурийске поначалу, потом оттуда уехали. Отец полностью был в армии с июля 1941 по октябрь 1946 года. А мама работала на оборонном заводе. Тогда многие заводы сразу превратились в оборонные. Я знаю, что этот завод выпускал корпуса для мин. Это была программа, задачи большие. Был у меня старший брат, который на три года у меня раньше ушел. Засрочно. И хочу подчеркнуть еще даже, вот здесь интересный момент. Когда шла война, то действительно, родские ресурсы у нас были недостаточные. И тихо-тихо дошли до того, что в 1943 году, даже в 1944 году, стали призывать в армию 17-летних ребят. Но вот когда наступил 43-й Горск и прошла Куртская битва, и когда Сталин почувствовал, что все, перелом пошел, и ему надо восстанавливать быстро страну, он из действующих армий отозвал ведущих инженеров, конструкторов, артистов, даже которые бы тогда были из ополчения. То есть он уже начинал создавать тот оживительный костяк, который был необходим. Больше того, в конце 1944 года, уже он лучше всех высчитывал, когда был, он дал такой циркуляр, но добровольного, что тот, кто учится в девятом классе, должен закончить его в апреле. То есть в марте, а с марта по сентябрь окончить 10-й класс. И направлялись студентами. Вот мой брат попал под такую увлекательную патриотическую постановку и в 16 лет стал студентом Хабаровского железнодорожного института. Вот такое было внимательное отношение к воспроизводству инженерных кадров, которые наши были необходимы в стране. Скажите, как давно вы здесь живете и как воспринял Бийск? Я бы так по молодости не понял, каким я приобретаю счастье приехать в Бийске работать. В 1959 году меня сюда пригласили во вновь создаваемый институт. В августе я уже сюда переехал. Мне было поручено или я был назначен начальником лаутория физико-химических исследований. Но одноэтажный, не обустроенный, улица Толстого имела лампы дневного света, снаружи светили, и дневерянный тротуар. У нас на повороте Льва Толстого. Там была очень большая неисчезающая лужа, и дикие утки даже плавали, когда мы проходили. Еще раз напомним, какой это год был? В 1959. Но как-то удачно в сентябре уже мы проехали по Чуйскому тракту, высадились на Катуни, набрали облепихи, грибов, вернулись загоревшие, потому что тоже солнце было. И сразу почувствуешь, город для работы, а для отдыха весь Алтайский край. Вот с таким чувством я жил, с таким же чувством я, когда здесь стал работать, в институте, я уже сказал, только создавался, кадров не было. Только были заказаны еще молодые специалисты. Поэтому я очень многих пригласил из Томска, хороших специалистов, немножко разобравшись, кто здесь нужен. И здесь стало собираться когорта молодых, но уже признанных ученых широкого профиля. Это были не только химики, это были физики, механики, математиков мы много сразу стали привлекать, механиков. Даже геологи у нас были. И радиофизиков мы пригласили, потому что специфика так пошла работа, что одним типом образования возможно было. — Очень хочется поговорить о ученых, о тех, которые стояли у истоков этого предприятия, о тех, которые приходят на предприятия сейчас. Есть какая-то разница между ними, между теми условиями образования, вхождения в производство? — Несомненно, есть. Но не так же, как иногда говорят, вот тогда было все лучше, все были красивее, здоровее, выше ростом. Нет. Просто тогда люди под влиянием такого планированного и спросного работы росли быстрее. У нас не было понятия, что я не могу сделать, или меня не учили этому. Сейчас я могу наткнуться, я скажу, а я не проходил, это вы меня извините, я не смогу выполнить ваше знание. Тогда такой постановки не было. Значит, надо. Я могу подчеркнуть, когда мы говорим, как ученые у нас росли, они росли коллективно. Вот когда нам надо было решать проблему, которую ни один вуз не готовил, потому что вуз как бы работал, но если взять кристалл многограник, одну грань одному давал, а другую другому, а нужно было сделать в жизни кристалл. Поэтому мы учились коллективно. Один знал одно, другой другое. Мы обсуждали коллективно принимаемые решения, спорили, тем более, что были молодыми. Вот это нам позволило институту очень быстро встать на ноги. Ну, могут такие цифры назвать. Вышло постановление в июне 1958 года о создании этого закрытого института. Строители с мая уже 1959 года подключились, чтобы делать капелованы, строить там предприятия, идти по такой схеме. По сути дела, до самой железной дороги, вот если вы едете, все это было пустое, или деревни, были деревни. Шло жилищное строительство, утесняя, и возникли эти... Мы свой микрогородок делали, квартал АБ. Почему называть квартал АБ? Потому что ни улиц, ни чего не было обозначать, где дома ставить. Ну, рисовали квартал, вот столько-то домов вокруг. Значит, это будет А, следующий, квартал Б. Там был Г и Д, но нам хватило А, Б, чтобы обозначить наш микрорайон. На самом деле, очень много разнотолков. Были даже такие предположения, что это первые ракетные, да, какие-то названия. Нет, нет, это вот чисто строительная была. И вот этот массив, который мы сегодня имеем, включая полиции, мы снесли две или три деревни. Большие деревни, которые были на берегу, но мы их сносили, переселенцам давали квартиры. Вот так вот быстро и хорошо шло. В 1963 году мы стали делать натурные ступени для ракет. В 1968 году мы в стране нашей сдали, участвовали в сдаче на вооружение первой межкотенитальной баллистической ракеты на твердом топливе. За 10 лет от постановления и пустой земли до сдачи и вооружения страны, которая быстро успокоила американцев, чтобы не дергались. Не планируя больше нас, поскольку она вешкотенитальная, значит, она любую точку в Америке могла достать. Перестроечные годы. Пришлось перепрофилировать. Да, это было очень трудно. Вы знаете, мы привыкли, что мы как оборонщики нас быстро перестраивали на одно, на другое. Но, допустим, после того, как мы стали ликвидировать серьезные ступени с Америки, нам стали говорить, ребята, займитесь товарами народного потребления. И представьте себе, что мы имели эту постановку, когда нам говорили, а вашу зарплату, даже вот в нашем объединении, вы получаете из тех денег, которые вы вернете за продажи товаров народного потребления. Мы, может, немножко где-то, как говорили, ну что вы от нас от серьезной работы бросаете, но это оказалось хорошим заделом. И поэтому к 90-му году, а может даже к 89-му году, когда Горбачев стал все ломать, мы были готовы, мы выпускали уже товар народного потребления масштабно. Больше того, у нас была даже такая постановка, как каждый такой отдел, который не пишущий, а работающий, экспериментирующий, должен был особенно разрабатывать свои виды товаров народного опыта. Приемы конструирования через технологическую, ну вот пример тому, через технологию, пример того, что мы выпускали лыжные палки, например. Мы взяли ведь не просто так, с бухты-барахты, что была подлиннее до упираться. Мы взяли финскую черное перо, 111 грамм, себя добились мы около 100-5-106 грамм. Но чтобы это ведь не просто надо уменьшить, а надо сохранить прочность. Больше, что просмотрели так, чтобы у нее был прогиб такой, что когда я упираюсь, легкая палочка, она у меня всего-всего превращается в своеобразную пружину. Когда я кончил, она меня толкает еще вперед, и нам и лыжные палки всегда были. Мы выпускали удочки по той же самой схеме, высокопрочные. Вы представьте себе, что удочка на 4,5 метра длиной, 11 звеньев, а весила всего 400 грамм. И имела на конце возможность выловить рыбку до 5 килограмм. Потому что это тоже была определенная хитрость, сделать ее не просто так, палкой, прутиком, а сделать так, чтобы она выгибалась по параболе. И когда 5 килограмм у тебя сели на крючок, то она не ломается, а растягивается. А на растяжение всегда выше прочность. Вот такую хитрость применили, и так все было. Вы знаете, это тоже был патриотизм. И когда Олимпиаду в 80-м году стали готовить мы, один из способов, как мы гостей будем принимать. При этом мы уже по фильмам видели, как любой зарубежник жьет жеватель резинки, у него нижний челюсть слева направо гуляет от одного плеча до другого. Противно было, смотрите, у нас не было этого принято. Но тем не менее сказали, что надо. Вот тогда-то мы задумались, а что такое жевательная резинка? Ну, в детстве я знал, что такое жевательная резинка, смола плюс канифолье, пожалуйста, жусь сколько хочешь. А здесь надо было продумать на лучшем виде. И вот мы тогда нашли, что в нашей-то стране оказывается, поскольку мы никогда не занимали жевательную резинку, всего один кавочек пригоден, как пищевой. Все остальные незапустимы. Это будет его кавочек. А мы на его основе делали смесевое топливо. Поэтому мы этот компонент взяли и стали отрабатывать жевательную резинку с пудрой, с присадками, там, всевозможными эксценциями. И вот это вот пошло. Это был чистый патриотизм. Но зато он потом нас спас. Мы ее, когда вот эта пошла перестройка, наладили линии, тоннами выпускали и продавали, и обеспечивали себя деньгами. Я тогда генеральным директором был, Жарков Александр Сергеевич, у меня был первым замом. И мы много обсуждали и стали делать. У меня было создано 80 с лишним акционерных обществ, где каждому акционерному обществу отдавалась мастерская, минимум, или участок, с тем, чтобы он не просто жевал, а мог выпускать тот товар, который бы кормил и позволял бы ремонтировать. Вот из этого холдинга, и под этим холдингом выросли такие уже сегодня крупные и серьезные учреждения, как тот же Валар, Пальзам, Базальт, Ровинг, Алтик, завод стеклопластиков, который у нас есть. Сегодня, когда мы оживаем, когда мы понимаем, что без оборонки никакая страна не обойдется, СБО ЕСНО, ФНПЦ Алтай оказался способным, обоевитым к тому, чтобы выполнять сегодня оборонные заказы. Я с большим удовлетворением смотрю, как этот коллектив выполняет эти задания. Ну, не секрет же, что Палава-то сделана, правильно, и летает, и пошла на вооружение. А он активный участник в этой большущей работе, в своем коллективе. У них серьезные планы на будущее нарастают. А как вы оцениваете потенциал тех самых предприятий, появившихся, которые вы только что перечислили? Он разный. Значит, я все зависел от живого человека, который возглавляет, и его находчивость, и его оперативность. И поэтому, если я сказал, 80 с лишним, наверное, сегодня около 40 таких работающих, самокормящихся. Эволар. Он ведь родился, когда я той же Прокофьевой выделял станки по прессованию таблеток в очередь вместе с Пинковым. А потом, вот она очень живая, очень корректно собранный человек, умеющий коммутабельно работать, она вот позволила развернуться сегодня до миллиардных объемов. Уже сегодня у нее отдельные здания, отдельные линии, большое общение, большая реклама. В Москве уже ее аптеки есть, помимо того, что она большую сеть сделала. Таким же «Алтик» у нас хорошим. Работает по стеклопластикам, обеспечивая электротехническими изделиями. На ваш взгляд, все зависит от человека, который руководит предприятием? Несомненно. Ну, несомненно. Равные возможности ведь у всех начинаются. Они смогли развернуться. В этих условиях, когда у них была мастерская, и были люди, которые нельзя было увольнять, потому что их надо было кормить. Причем не просто в том, что он должен быть предприятием, он должен быть руководителем, воспитателем и понимающим людей, и переживать за них. Вот тогда у него возникает и коллектив сплоченный, и ответственный, и переживающий за общее дело. Геннадий Викторович, откройте, пожалуйста, секрет вашей бодрости. Ну, бодрость. Вы меня не видели молодым, когда бы не так стали бы говорить. В каждый период человек себе задает, а что же ему ценное в жизни? Если в студенческие годы ценным было получить образование, а потом создать хорошую семью, а потом иметь квартиру, да, то сегодня, когда я все эти этапы прошел, для меня ценным является то, что я по-прежнему работоспособный и готов брать задачи, я их и беру. Умею работать с коллективом, и поэтому оттуда черпаю тоже как бы истоки. Ну, и есть такое, к чему вы все молодые подойдете. Как приятно, когда взятое дело доводится до конца, и тебе говорят спасибо, ты молодец. Спасибо вам большое за интервью. Это была программа «Наше время». Сегодня мы говорили с академиком Российской академии наук Геннадием Викторовичем Саковичем. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова